Виталий, приветствую тебя! Сегодня у нас традиционная встреча для понедельника. Начинаем неделю и, разумеется, говорим о фундаментальных и технических возможностях по разного рода финансовым активам. Тебе очень неплохо удается в последнее время пробежаться по всем сегментам финансовых рынков. За это тебе, конечно же, огромное спасибо. Я сегодня хочу подсветить сразу, поскольку неделя начинается, три очень важных фундаментальных события. Во-первых, это заседание резервного банка Австралии. Оно состоится завтра утром и в среду, я думаю, будет возможность подвести итоги. Если ты за австралийцем следишь, конечно же, твое мнение тоже будет интересно. Следом за заседанием резервного банка Австралии в четверг уже будет заседание европейского центрального банка. И с евро, конечно же, хотелось бы разобраться, куда дальше. Очень важный вопрос и интересный. Мне тоже интересно, куда дальше. В этот раз заседание Европейского центрального банка будет гораздо интереснее, чем обычно, потому что в этот раз, разумеется, после последних намеков и сигналов от Европейского центрального банка могут даже конкретно скорректировать политику, возможно, даже повысить процентную ставку. Поэтому реакция евро может оказаться неоднозначной. Заранее, опять же, трудно спрагновировать, но хочется верить, что евро покажет более интенсивную динамику и вернется к показателям такой высокой волатильности, к которой мы привыкли некоторое время назад. И еще один отчет очень важный. Это данные по инфляции в США. В пятницу вот здесь, конечно же, переоценить практически невозможно этот релиз, потому что вообще все, что в последнее время обсуждают в мире, оно связано с инфляцией. И инфляция влияет на действия центральных банков, регуляторов для Федрезерва. Инфляция – это тоже не какой-то пустой звук. Все меры, которые сейчас Федрезервам направлены на борьбу с высокой инфляцией, это как раз меры ужесточения монетарной политики, то, что влияет на курс доллара. И я думаю, что в среду можно будет уже конкретнее, ближе к заседанию, ЕЦБ, к выходу данных по инфляции, а долларе и евро поговорить отдельно. Но сегодня я не хотел бы акцентировать внимание особо на евро и долларе, потому что в отношении индекса американской валюты я такой фанатичный покупатель, и я держу лонговые сделки очень давно, вот в таком, скажем, части вот этого инвестиционного портфеля, которое направлено на ожидание роста индекса американской валюты. Потому что я жду заседания Федрезерова, друзья. Но совсем скоро уже, фактически неделя и несколько дней. Ну, получается, в следующей неделе, в среду, будут подведены итоги двухдневного заседания американского регулятора. Вот я жду это событие и надеюсь, что как раз доллар у вас духом и укрепиться. А сегодня я хотел бы обратить ваше внимание, друзья, давайте мы садим. Как раз на австралийский доллар, когда ранее я анонсировал сделку, была хорошая точка входа там с уровня 0,7050. В итоге сейчас котировки 0,72, но до цели мы еще не добрались. Хотя цель была на отметке 0,73 и в конце прошлой недели прям совсем чуть-чуть до нее не дотянули. Но я еще сделку не закрыл, друзья. Это как раз был расчет на рост австралийцев перед заседанием Резервного банка Австралии и по факту принять решение о повышении ставки. Я оставляю прогноз в силе, потому что уверен, что завтра Резервный банк Австралии повысит ставку. Я надеюсь, возможно, даже больше, чем на 0,25 процента, потому что инфляция на максимумах за 20 лет, и Резервный банк Австралии, в принципе, понимает, что себе дороже будет промедление, бездействие, как когда-то совершил эту ошибку Федрезерв. Поэтому нужно ставку разгонять. Я не уверен, что все еще заложено в цену, в курс австралийца. Но надеюсь, что прежде чем какие-то изменения произойдут в отношениях именно динамики австралийца, 0,73 мы все-таки еще увидим. С текущих уровней, друзья, это 90 пунктов. То есть заманчивая цель, если вы не открывали ланги ранее, можете присмотреться даже к их возможности открытия даже с текущих уровней, с коротким стопом на отметке 71,60. Но я думаю, что все-таки волатильности мы дождемся уже к азиатской сессии вторника, и очень рассчитываю на то, что эта цель 0,73 будет сделана. Так, золото, которое я также по-прежнему держу в лангах, к текущей котировке 1854. Цель я оставил на уровне 1890, максимум был 1873. Ну, то есть к цели мы еще не добрались, не достигли. Почему я еще сохраняю свой взгляд и свою оценку на Росзолт? Потому что, опять же, в пятницу выйдут данные по инфляции в США. И учитывая, что это статистика, которая покажет нам, что произошло с индексом потребительских цен за прошлый месяц, когда стоимость поддержанных автомобилей выросла, стоимость продовольственных товаров выросла, стоимость топлива, как мы все прекрасно знаем, фактически растет каждую неделю, и каждую неделю обновляет исторический максимум. Сейчас цены на нефть 120 долларов за баррель, и понятное дело, что при таких ценах на нефть будет расти стоимость нефтепродуктов. Я уверен, что инфляция вырастет, возможно, даже вернется к прежним показателям, там 8,7%. Соответственно, если… Точнее, 8,5, да, по-моему, максимум был в США. Если помнишь, можешь меня поправить. Да, по-моему, 8,5 или 8,6. Вот максимум трехмесячной давности получается. Я уверен, что индекс потребительских цен снова обновит более чем 40-летний максимум. И на этом фоне все-таки высокая инфляция может снова стать катализатором роста золота, как актива, который обычно пользуется спросом, когда растут инфекционные ожидания. Также хочу повторить, что я жду роста доллара, но не прямо сейчас, а только лишь на следующей неделе, когда состоится заседание резервного банка, федеральной резервной системы, в общем. До этих пор я считаю, что индекс доллара может показать даже коррекционную динамику, и этим точно воспользуется золото. Еще у меня есть два отчета. Это CFTC, Американская комиссия по торговле товарными фьючерсами, и СМИ, группа Чикарской биржи. Так вот, по последним данным обоих отчетов, то есть по данным действий институциональных трейдеров, за последние семь недель, вот на прошлой неделе, впервые был зафиксирован рост длинных позиций спекулятивного ланга в золото. Я думаю, что это все-таки еще говорит о том, что потенциал роста этого актива есть, присутствует, и мы можем его использовать. Так, и что касается рынка нефти, цель, в принципе, 120 долларов за баррель, первая цель сделана, но я предлагаю на этом не останавливаться, в принципе, пока локальный тренд восходящий, пока все говорят о влиянии шестого пакета санкций, который распространился все-таки на энергетический сектор России, хотя сейчас и, по-третьему, только морских поставок. Но в планах Еврокомиссии полностью отказаться, практически полностью отказаться от российских поставок до конца этого года. Поэтому сейчас очень много можно найти в СМИ информации о том, насколько вырастет дефицит предложений, если Россия не сможет в кратчайшие сроки найти альтернативные источники сбыта, а те страны, которые нуждаются, не смогут договориться с Россией на приемлемых условиях. Поэтому диапазон дефицита предложений, который будет зафиксирован уже в третьем квартале, он варьирует от 1,5 до 3 миллионов баррелей в сутки. И я считаю, что это как раз тот фон, на котором еще такой буст может создаться, и бренд легко может обновить локальный максимум. Для тех, кто не открывал новые сделки по бренду, сейчас, возможно, даже репскованное предприятие прям залазить на 120, знаешь, в рентах, в расчете дальнейший рост. Но терпеливым могу порекомендовать дождаться коррекции в район 115 долларов за баррель, и там уже рискнуть снова подобрать нефть со стопом на уровне 113,5, а ты профитом 120-122 доллара за баррель. Так, Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Давайте пройдемся по старым идеям, которые были на прошлой неделе, в понедельник. Это было у меня по доллар-франку, ну, там связано с долларом было, с индексом доллара, и я на выбор. Итак, по доллар-франку что было? Была идея на то, что после сильного падения во второй половине мая было достаточно сильное снижение на 500 пунктов, и я ожидал и советовал брать коррекцию по данному инструменту. Высшее уровня 0,95-70, со 180 пунктов. В принципе, мы сделали коррекцию, но она была небольшая, около одной фигуры почти. И на текущий момент спорно, достаточно продолжится ли эта коррекция дальше вверх, или мы пойдем на укрепление франка снова вниз. Поэтому, если кто ранее покупал, стоит обязательно часть зафиксировать и смотреть за ключевым уровнем, который сейчас образовался по доллар-франку 0.9640. Если мы его все-таки не сможем дальше пройти вверх, то, скорее всего, будет укрепление франка по отношению к доллару, нижней границе поддержки и после ее пробоя укрепление франка. Возможно, как ты правильно отметил, стоит более подробно уже высказать по данному инструменту или даже по евро-доллару, ниже к среде, потому что в четверг заседания и по инфляции в пятницу. В четверг-пятницу там же будет, возможно, более понятная картина. Аналогично евро-доллар советовал шарпить после ложного пробоя. До этого его не было, в прошлый понедельник ставился 100 плюс 50 пунктов, он, в принципе, устоял. И коррекция тоже была на 100 пунктов до сильного уровня поддержки в район 1.0640. Поэтому аналогично здесь по доллар-франку, по евро-доллару я бы, если кто, в принципе, с текущих что-то пытается торговать, если евро и покупать, то на пробои уровня 1.0770. Можно, конечно, с текущих, но достаточно тоже рискованно. Нужно смотреть по факту. И, возможно, ближе к среде, в четвергу-пятнице, будет более ясно, что делать по данному инструменту. Дальше, что было с чем? По австралийскому доллару ты спрашивал, в принципе, я с тобой согласен, возможно, рассматривать, так как вижу, что доллар-франк держит уровень, евро-доллар уступает немножко, и австралийский доллар можно рискнуть купить на вот этом локально восходящем тренде. Мы как раз его удержим. В принципе, я с тобой согласен, с твоей идеей. Если там ты поставил стоп-лосс, если мы его уже будем выносить, то, скорее всего, здесь, возможно, будет смена вот этого локально восходящего тренда на продолжение среднесрочного нисходящего тренда. Поэтому я за аналогичную идею. Дальше, по нефти, что было? Была рекомендация на лимитку в районе 119-50, то есть был вот этот уровень, я о нем уже давно говорил. В принципе, ранее я говорил, что, возможно, мы будем все-таки добивать до этого, и все это рассматривать покупки. И если кто ранее шортил возле данного уровня лимита, я говорил, в принципе, отскок был достаточно неплохим, но дальше мы видим, что после вот этого отскока, получается, 0.2 июня, был сильный откуп, который говорил о том, что, скорее всего, дальше шорта не будет. И, как видим, он, в принципе, неплохо вот этот лучший бар показал. И на текущий момент я бы пока понаблюдал за данным инструментом, так как вот текущая картина для шорта, она мне не подходит возле уровня 120, и я бы понаблюдал за нефтью несколько дней и посмотрел, что мы будем делать в уровне 120. Возможно, мы еще чуть-чуть повыше уйдем, как ты сказал, 125. В принципе, сюда есть возможность уйти, так как у нас отмена того сценария, о котором я говорил, 133, и, возможно, здесь просто идет такой поле, какой-то сложный-ложный пробой уровня 115-150 в этой зоне. Я пока не рынком, возможно, даже будет какой-то рост, как ты говорил, более высокий. Но пока не рынком по золоту. В принципе, я с тобой согласен за покупки. В прошлый раз я говорил, что я тоже за покупки, но желательно бы подождать какую-то коррекцию. Она, в принципе, и произошла. Вот если посмотреть, просто элементарно, FIBA натянуть, у нас произошла 50-процентная коррекция после вот этого импульса, то есть кто умеет ждать. И технически здесь хорошие откатные уровни в районе 1840 были, да, с возможным выносом. И поэтому пока на текущий момент тоже такая картинка, как и по евро-доллару. Я пока за лонг по золоту с текущих, да. С текущих, возможно, расхватывать. Отмена сценария будет, если мы будем пробивать вот, получается, прошло-недельные минимумы, это в районе, там, еще 130. Возможно, ситуация будет как-то меняться. Или, возможно, чтобы здесь другое нарисуется и только последует время. И пока лонг с текущих. Это первый вариант. Второй вариант. Можно будет работать с лонгом. Позлуженно пробует еще 1870. Что касается этого. Дальше. Что интересно еще, мне кажется, интересный инструмент со всех, которые мы сегодня обсуждали, это Bitcoin. Я хотел его номер один сегодня вынести на обзор и дать рекомендации. Ну, так как прошелся по всем активам. Мне кажется, здесь будет какой-то более существенный рост, так как ранее я говорил о возможном лонге по данному инструменту. Напомню, что здесь практически апрель-май я был шаркистом по данному инструменту. ему в принципе у половинили данный актив. И на текущий момент вот сантимент, все очень бегут от данного актива и фиксируют убытки. Мне кажется, что здесь рисуется какой-то более сильный рост, он будет как-то коррекционный или новый рост глобальный. время покажет. Нужно, как я уже говорил еще ранее, что по инструменту нужно смотреть. Пока он что-то показывает, условно, если лонг на текущий момент, покупаем. Если ломает картинку, уже нужно переключаться на другую сторону. Я пока за лонг текущая картина показывает возможность текущих покупать этот 30-300. Или если будет коррекция где-то в район 30-300 тоже покупать. Все, что вышли практически можно так сказать прошлонедельного минимума в районе 29-300 я бы покупал. По биткоину с ростом здесь есть куда расти. Цель я пока не ставлю. Возможно, по моей методике, как я всегда что-то советую покупать. Купил, выросла, часть зафиксировал без убыток и с надеждой на стильный срочный рост. То же самое здесь. Пока за лонгей, пока мы не будем ломать в прошлом неделе минимум 29-300. Ну, точнее, ну да, 29-300. Пока вот так. Ну и S&P500 ключевой аналогичным практически по всем инструментам, что евро, что золото, что S&P500, вот эти топ-3 инструмента, которые иногда ходят очень одинаково, да, S&P500 аналогичная картинка, пока выше уровня поддержки, 41. В принципе, я так и ранее говорил, что возможно где-то на этом уровне на коррекции рассматривать покупку еще понедельник, так как у нас был достаточно сильный рост. Мы откатились процентов 35, это примерно, и пока я рассматриваю секущий рост, 41.30, стоп-лост где-то в районе 40-30, так как мы можем как секущих рост, так можем еще вот эти прошлонедельные локальные минимумы можем их еще тестировать. Первый вариант покупки секущих, второй вариант на пробой вот этой в зависимости кто что торгует, отката или пробой вот пока у меня все. Виталий, спасибо тебе за обзор, соответственно, как и всегда, большое количество финансовых активов. Ну что, следим тогда, ждем. Завтра, напоминаю, друзья, заседание Резервного банка Австралии в четверг ЕЦБ, в пятницу данные по инфляции. Ну, в среду мы еще раз с Виталем все обсудим, опять же, прямо перед самими событиями. И я думаю, что я и по евро тоже попробую найти какую-нибудь хорошую возможность, чтобы использовать и коснусь также еще и индекс американской валюты. Всем тогда хорошая торговая неделя, она только начинается. Виталий, тебе тоже классных трейдов и до скорых встреч. Пока. Удачи.